Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей и это новый выпуск интересных новостей на нашем канале. И сегодня вас ждет Илон Маск, который вернулся в пятерку богатейших миллиардеров мира, заработав 7 миллиардов за день. К 2023 году в Японии появятся летающие автомобили. Акции Apple появятся на Мосбирже 7 сентября. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды. Кажется, у Илона Маска появился мощный соперник. Салон нового Mercedes-Benz S-класса полностью раскрыт до премьеры. Обо всем этом мы сегодня поговорим в нашем выпуске. Обязательно подпишитесь на канал, усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Состояние Илона Маска всего за один день увеличилось сразу на 7 миллиардов долларов. Все это благодаря рекордному росту акций Tesla. Это позволило миллиардеру вернуться в первую пятерку людей миллиардеров мира. Состояние гендиректора Tesla в понедельник достигло 83 миллиарда 600 миллионов долларов. Следует из данных рейтинга Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени. Маск оказался лидером по росту капитала за прошедшие сутки. Состояние Маска выросло благодаря резкому росту акций Tesla. В понедельник они обновили исторический максимум – 1845 долларов 86 центов за бумагу. Благодаря росту акций Tesla, Маск обошел индийского нефтяного и газового магната Мукеша Амбани и одного из лучших инвесторов планеты Ворона Баффета. Теперь Маск располагается сразу за марком Цукербергом, у которого в 96 миллиардов долларов. Маск уже второй раз поднимается в топ-5 рейтинга Forbes Real Time. В первый раз ему это удалось 21 июля. Тогда его состояние оценивалось чуть более 74 миллиардов долларов. Еще в середине марта Маск оказался бы лишь 31-м в ежегодном рейтинге. Его состояние было оценено в 24 миллиарда 600 миллионов долларов. За прошедшие месяцы оно выросло более чем в три раза. Маску принадлежит 21% акций Tesla, но часть из них он использует в качестве обеспечения займов, поэтому американский Forbes корректирует оценку его капитала в меньшую сторону. Сам Маск в июле заявил Forbes USA, что не особо интересуется колебаниями своего состояния. Эти цифры растут и падают, а реально значимо то, что мы делаем отличные продукты, которые люди любят. Японский стартап SkyDrive планирует выпустить первые аэромобили в 2023 году. SkyDrive разработала первый двухместный аппарат E-Vital SDXX. Прототип напоминает дрон. Он оснащен 8 пропеллерами, аккумуляторной батареей и способен уместиться на двух обычных парковочных местах. Дальность полета составляет несколько десятков километров. Скорость до 60 километров в час. SDXX будет летать на автопилоте, но под присмотром техника. «Мы рассматриваем возможность запуска службы воздушного такси в больших городах, Осаки или Токио. Сперва полеты будут проходить над морем, поскольку было бы слишком рискованно летать прямо над толпами людей», сказал гендиректор SkyDrive и экс-менеджер Toyota Tamahiro Fukuzawa. Проект спонсирует правительство Японии и более 100 частных компаний, включая NEC, Panasonic и Iazaki. На сегодняшний день SkyDrive привлекла от инвесторов 1,8 миллиардов иен. Это около 17 миллионов долларов. По словам Фукудзавы, к 40-му году спрос на аэромобили достигнет полутора триллионов долларов. А к 50-му году до любого пункта в 23 районах Токио можно будет добраться за 10 минут. При этом стоимость полета будет гораздо ниже, чем на вертолете. На данный момент над своими вариантами аэротакси работает несколько компаний из США, Европы и Азии. Среди разработчиков как небольшие стартапы вроде Volocopter, LK, Urban Aeronautics, так и технологичные гиганты, включая Boeing, Airbus, Аэромобиль и Uber. Большая часть компаний планирует выйти на рынок к 2025 году. Московская биржа допустила к торгам акции Apple. Бумаги производителя iPhone будут доступны российским инвесторам с 7 сентября. Двумя неделями ранее, 24 августа, биржа представит доступ к другим ликвидным бумагам из индекса S&P 500. В числе этих бумаг будут Facebook, Microsoft, McDonald's, Visa, Twitter, Intel, Alphabet, Walt Disney, Netflix, MasterCard и Activision Blizzard. Количество акций иностранных имитентов будет увеличено в несколько этапов. В конце августа, начале сентября их станет 20. В четвертом квартале 2020 года список расширится до 50 бумаг. В следующем году торговая площадка планирует добавлять по 70 новых акций каждый квартал. На московской бирже уже есть доступ к иностранным ценным бумагам в виде биржевых фондов и к инструментам международного срочного рынка. Теперь настало время для допуска иностранных акций. Мы начинаем с самых ликвидных бумаг крупнейших имитентов. В дальнейшем будем увеличивать список в соответствии с потребностями клиентов, сообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса московской биржи Игорь Марич. Акциями иностранных имитентов можно будет торговать в рублях в дневную и вечернюю сессии с 10 утра до 23.50 по московскому времени. Дивиденды на акции будут выплачиваться в долларах. Мир еще не успел оправиться от головокружительного успеха компании Tesla, как на горизонте появился еще один производитель, названный в честь изобретателя Николы Теслы и бросающий серьезный вызов автогигантам. Компания Никола стремительно прошла путь от малоизвестного стартапа, собирающегося выпускать электрические грузовики, до новой восходящей звезды автомобильной индустрии. С момента выхода на IPO в начале июня ее капитализация на максимуме достигла 30 миллиардов долларов, больше чем у Ford и Fiat Chrysler, брендов с многолетней историей. Сейчас она превышает 16 миллиардов долларов. При этом Никола пока не выпустила ни одного автомобиля. Основателя и главу компании Тревора Милтона уже называют вторым Илоном Маском. А саму компанию Никола убийцей Тесла. И в этот раз все серьезно. Еще ни один конкурент Маска не пользовался такой популярностью и любовью инвесторов. Основатель Никола Тревор Милтон еще более неординарный человек, чем Илон Маск. Даже год его рождения доподлинно неизвестен. По одним данным он родился в 81 году, по другим в 82. Милтон происходит из многодетной семьи мормонов. У него три сестры и брат. В отличие от Маска, Милтон так и не получил высшего образования. Он покинул университет Долины Юта после первого семестра. Как и Маск, деньги на электромобили он заработал, продав свой первый успешный бизнес-проект. А теперь вернемся к его компании. Милтон утверждает, что у него уже есть предзаказы на тягачи от корпоративных клиентов на сумму 10 миллиардов долларов. Среди заказчиков называют службы доставки UPS и интернет-магазин Amazon. Однако, если тягачи Никола не будут готовы, то этот пул предзаказов может быстро раствориться. А все потому, что над электрическими тягачами уже работают DAF, Daimler, Kenworth, Peterbilt, Toyota и Volvo. А Peterbilt и Toyota уже испытывают тягач на топливных элементах. Если Милтон и его Никола не начнут оправдывать выданные авансы в ближайшие годы, то Милтон вполне может повторить не историю успеха Илона Маска, а историю провала Джона Делориана. Базовый седан с короткой базой Выбрав четырехместную версию, покупатель получит специальные умные задние кресла. Сидения способны в небольшом диапазоне автоматически менять регулировки, чтобы пассажиры не уставали в ходе поездки. Помимо традиционных вентиляций и массажа, появились подушки с подогревом. Количество физических клавиш в салоне уменьшится на 27 штук. Большая часть настроек делегирована тачскрином и тачпадом. Также изменить регулировки можно, обратившись к голосовому помощнику по команде Hey Mercedes. Подробности о комплектациях, а также линейке силовых агрегатов, Mercedes-Benz раскроют в ходе презентации, которая запланирована на 2 сентября. Компания подтвердила, что флагман сохранит моторы V8 и V12. Однако 12-цилиндровый агрегат будет ставиться только на броневики и лимузины суббренда Maybach, а битурбированную восьмерку разместят под капотом Mercedes-AMG S63 и топ-версий обычного S-класса. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Также, друзья, я хотел бы поблагодарить всех, кто был на первой трансляции в воскресенье. Мне было безумно приятно отвечать на ваши интереснейшие вопросы, которые мне дали понять, что вам действительно интересен такой новый формат на нашем канале. А это значит, что впереди вас ждут еще более интересные прямые эфиры. На этом я буду прощаться с вами, друзья. Спасибо большое за просмотр. Я вам всем желаю успехов и отличного настроения. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова